Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Четверть часа» меня зовут Надежда Калинина. Сегодня Православная Церковь отмечает День памяти святителя Сафрония, который жил в VII веке и много потрудился на благо Иерусалимской Церкви как ее предстоятель. В те времена Иерусалим то переходил от византийского управления к персидскому, то возвращался обратно в Восточно-Римскую империю. В таких непростых военно-политических условиях важно было сохранить христианские храмы и святыни, и эта непростая ноша легла на плечи патриарха Сафрония. О важном эпизоде в жизни святейшего владыки и всего Иерусалима, о вехах истории древнего города расскажет программа «Паломники онлайн». На дорогах святой земли снова встретились гид паломнической службы Радонеж Анна Мусанливи и корреспондент телеканала «Союз» Светлана Ладина в программе «Паломники онлайн». Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодняшний выпуск программы «Паломники онлайн» мы ведем от стен святого города Иерусалима. Стены старого города были построены султаном Сулейманом Великолепным в XVI веке. Однако наши стены – это настоящая машина времени. В них можно видеть камни, а иногда и целые фрагменты, которые переносят нас не только на 200, 300, 500, но иногда и на 2 и на 3 тысячи лет назад. Вот такое место известное я сегодня хочу предложить вам рассмотреть. Место, где мы видим фрагменты стен с самых разных времен. Здесь есть замечательная карта, на которой разными цветами обозначены стены и периоды, когда они были созданы. Давайте посмотрим и немножко попутешествуем по истории святого города Иерусалима. Итак, давайте сперва посмотрим на заштрихованную розовыми полосочками часть стены. Она получается вот здесь, справа от куста. Эта стена самая древняя. Предполагают, что построили ее при царе Соломоне 1100 лет до Рождества Христова. Соломон, как вы помните, был сыном царя Давида. Он построил первый Иерусалимский храм и расширил городскую стену, охватив храмовую гору этой стеной. А это какого века? Господи, Света, ты что, с ума сошла? Сейчас же! Вы посмотрите, что делает Светлана Ладина. Ты стой там аккуратно, это же раскопки исторические. Стена какого века? Это эллинистический период. Ты знаешь, что такое эллинистический период? Это 300 лет до Рождества Христова. Это период, когда Александр Македонский захватил Иерусалим. Ну, правда, не захватил, а можно сказать, мирно занял, потому что первосвященник Иерусалимский сам вынес Александру Македонскому ключи. У нас об этом рассказывают удивительную совершенно легенду, не легенду, но есть такая история, что Александр смотрел на Иерусалим с горы Скопус и думал о том, как ему взять город. И вдруг увидел процессию. Из Иерусалима выходил первосвященник в белоснежном эфоде с короной на голове, и на короне этой золотой было имя Бога, Тетаграматон, то, что мы называем, и нес на подушке ключи от Иерусалима. За ним шла целая процессия священников. Говорят, что Александр Македонский встал со своего места и до земли поклонился первосвященнику. Слуги его приближенные удивились, сказали, о, царь, зачем ты кланяешься этому человеку? Он сказал, я кланяюсь не ему, а Богу, которому он служит. И вот так мирно вошел Александр и не разрушил Иерусалим, и не разрушил храм. А вот эти стены какого века? Вот эти, это же другая кладка уже. Ты еще там. Какая любопытная, а? Это 638 год. Это света. Период мусульман, если ты меня слышишь. С этого момента начинается та часть истории Иерусалима, которая, в общем-то, не закончилась и до сих пор. Вы наверняка слышали в новостях о постоянных столкновениях между евреями и арабами. Вот эта религиозная война, она идет, можно сказать, уже очень-очень много веков. Мусульмане борются за право владеть этим местом. А началось все именно с 638 года, когда халиф Амар взял Иерусалим. Кстати, взял он его тоже мирно, договорился с патриархом Сафронием. Патриарх Сафроний ради того, чтобы Амар не разрушал храм и не убивал христиан, сам вынес ему ключи от города и сам пригласил его войти в Иерусалим. У нас в связи с этим рассказывают прелюбопытнейшую историю. Когда патриарх Сафроний проходил мимо храма Гроба Господня и показывал его халифу Амару, настало время мусульманской молитвы, намаз. И вот Сафроний предлагает Амару совершить намаз, собственно, в храме Гроба Господня, на что Амар очень мудро возразил и сказал, не могу этого сделать, потому что тогда храм Гроба Господня обратят в мечеть. Там, где молился халиф, мусульмане обязательно ставят мечеть. Он расстелил коврик напротив храма Гроба, во дворе храма, и помолился там. И тут же там была поставлена мечеть. Вот эта мечеть стоит до сих пор, и она-то и есть настоящая мечеть Амара. Часто мечетью Амара называют тот золотой купол, который вы наверняка видели на всех панорамах Иерусалима. И это не мечеть Амара. Она была построена при нем, но грамотное ее название – купол над скалой. А вот мечеть Амара находится во дворе храма Гроба Господня. Ну, а что сказать? А вот это какой век? Ты еще там. А вот эти стены наверху, моя дорогая, строил султан Саладин. Саладин. Ладина. Это не твой родственник, Света, случайно. Я вам, знаете, сообщу большой секрет, пока она не слышит. На границе ее всегда спрашивают, когда она к нам приезжает, русский ли у нее папа с мамой. Вот у меня большое предположение, что нет, что султан Саладин был в каком-то родстве с Ладинами. Надо будет Свету потом спросить. Ну, вот так был он или не был, не знаем пока, но стены строил. Это тот самый султан Саладин, который выгнал крестоносцев. Рыцари-крестоносцы ведь не только освободили Иерусалим от мусульман, они ведь освободили его от православных. Патриарх Иерусалимский в тот период был вынужден жить в Константинополе, и все наши православные храмы были превращены в католические храмы. Таким образом, султан Саладин, как это не парадоксально, но вошел в нашу историю как человек, который вернул православным жителям Иерусалима их храмы и восстановил в правах Иерусалимского патриарха. А вот здесь еще есть ступени. Явно они тоже какие-то древнеисторические и ценные, потому что они, например, могли везти каким-нибудь воротам или какому-нибудь замку. Только вот чей замок интересный это был? Правильно угадала. Только не к замку, скорее всего, а к башне от дворца Ира до Великого. Вообще эти ступеньки делятся на две части. Представляете себе, верхняя часть это 638 год и может быть чуть дальше, это период раннего исламского владычества, а нижняя часть действительно от Ира до Великого. То есть это еще до Рождества Христова, а поскольку мы знаем, что здесь неподалеку был дворец Ира до Великого, и было три больших башни, башни, построенные Иродом для укрепления специально угла, здесь был угол в то время у старого города, соответственно, могли эти ступеньки везти в эту башню. Что касается Ира до Великого, о котором вы наверняка знаете, мы с вами были вот... О! Явилась, не запылилась? Да. Я вообще думала, что только мои дети такие непослушные. Оказывается, еще и корреспонденты, отдельно взятые. Ну, видишь, это корреспондентский синдром Иерусалима, вот не такой, какой бывает классический, а когда, ну, во-первых, профессии обязывает, во-вторых, вместе с тем, что в тебе просыпается какое-то, может быть, повышенное благочестие, благоговение, вместе с этим просыпается и повышенная любознательность. И уж будучи в этом древнем городе, вот не потрогать руками, не прикоснуться, не поинтересоваться, не спросить, не узнать, ну, это прямо, не знаю, странно. Ну, вот тогда я спрошу Свету, как тебе ощущение машины времени? Один шаг и тысяча лет расстояния. Это действительно символ машины времени, но к тому же, вот то, что ты рассказала, это символ того, как люди все-таки могут договариваться друг с другом. Вот как эти камни разных веков сосуществуют здесь, очень органично, в этой стене. Также хотелось бы, что и те, кто живет на земле святой, жили бы свято в том смысле, что любили бы друг друга, уважали бы друг друга, понимали бы друг друга, ценили жизнь и свободу друг друга. И этого от всей души желает и вам, мои дорогие, программа «Паломники онлайн». Перимечательно, что знаменитое житие Марии Египетской, которая читается на пятой седмице Великого Поста, составил патриарх Иерусалимский Сафроний, память которого мы сегодня совершаем. Так что скоро на Марийном стоянии вспомним добрым словом и молитвой святителя, который не только сохранял храмы и жизни людей, но и оставил для нас агеографическое наследие. Покаяние от Верзи Медвери Жизнодавчи – это первый из покаянных тропарей, которые предваряют начало Святой Четыридесятницы. Песнопение, объединяющее период подготовки к Великому Посту и сам пост. Предлагаю услышать его в исполнении ансамбля «Сирин». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Добро пожаловать в нашим союзникам из Рязанской епархии за этот Великопостный подарок. Уважаемые зрители, я благодарю вас за внимание. Продолжаем вместе с вами движение к Светлому Христову Воскресенью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok